Уже через неделю со дня крупнейшей катастрофы в истории атомной энергетики минует 30 лет. Сегодня чернобыльцев и членов их семей принимал мэр Сочи Анатолий Пахомов. Во время встречи вспоминали об этой страшной дате и затронули вопросы из жизни тех, кто стал стеной между радиацией и людьми. Теперь помощь нужна им, а именно в медицинском обслуживании. На курорте вопросы санаторно-курортного лечения и обеспечения лекарствами чернобыльцев выходят на первый план. Все желающие чернобыльцы имеют возможность ежегодно получать бесплатное санаторно-курортное лечение и мы это делаем в обязательном порядке. Мы сегодня говорим о том, что каждый чернобылец на особом счету и уверен в том, что наши чернобыльцы чувствуют заботу власти, федеральной власти, краевой власти, городской власти. В канун юбилейной даты глава города подготовил чернобыльцам памятный подарок. Герои, боровшиеся с разрушительной энергией, получили медали. Поздравляю еще раз. Спасибо. Приятным дополнением к памятным нагрудным знаком стало вручение сертификатов на жилье. Квартиры получили 12 сочинских героев. Кроме того, в свет вышла книга, рассказывающая о мужественности чернобыльцев, справлявшихся с радиоактивным пламенем. Всего 500 экземпляров. Они уже в ближайшее время появятся на полках городских библиотек. Одну книгу сегодня вручили мэру. Чернобыльцы отмечают, они всегда могут обратиться за помощью к главе города и она будет оказана в кратчайшие сроки. У нас единственный город в стране, в полном смысле этого слова, уделяющий огромное внимание именно вот такой категории пострадавших от ликвидации аварии, как чернобыльцы. Я это, как председатель городской организации, ощущаю в своей повседневной работе. И мои чернобыльцы это ощущают. Вот те квартиры, которые мы получили в Лазаревском районе, благодаря Анатолию Николаевичу, это же его личный вклад, как говорится, в решение проблемы социально-бытовых вопросов. Я уже не говорю о подготовке всех торжественных мероприятий. В этом году традиционно памятные мероприятия пройдут во всех четырех районах курорта. Главный митинг состоится в 11 часов в Комсомольском сквере у обелиска «Рыжий лист». Больше двухсот чернобыльцев почтят память погибших в радиационной катастрофе минутой молчания и возложат цветы. А после соберутся на торжественное собрание в зале органа и камерной музыки. Татьяна Говоркова, Владимир Киселёв, телекомпания ФКТ.